Виктория Андрианова Анастасия, вас приветствует Creative Media Fashion Concert. У нас несколько вопросов буквально. Какие эмоции у вас сейчас после презентации вашей коллекции? Пока еще не переварила, не осмыслила, но мне все нравится. Мне нравится, что пришли люди, которым интересна и общая атмосфера, и прекрасная организация. Пока я в восторге. Скажите, а вот какова идея была создания такой потрясающей коллекции, таких легких воздушных тканей? Как пришла эта идея? Ну, идея приходит у меня почему-то в процессе работы. Выберешь ткань, начинаешь из нее делать. Может быть, даже бывает, задумал одно, выходит другое, думаешь, все, что задумал, уже не то. И вот в этом русле двигаемся. Поэтому это все чисто случайность, мне кажется. Скажите, а вот в основном большинство дизайнеров работают по ночам. К вам это тоже относится? Нет, я в Жаворонок. Я в 6 утра на работе, в 6.45. И последний буквально вопрос. Расскажите, какие дальнейшие ориентиры после гостиного двора? Был ли опыт западный, выставляться на западе и западные показы? К сожалению, пока нет, потому что это все-таки очень затратно, я так думаю. Но, может быть, все впереди, потому что мы работаем, мы стараемся. И думаю, что, если людям будет нравиться, и туда поедем. Спасибо большое. Спасибо. 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 А сейчас мы узнаем, что происходит в закромах гостиного двора. и пообщаемся с стилистами компании Estelle. Представьтесь, пожалуйста. Николай меня зовут. Представляю компанию Estelle. А к какому показу вы сейчас готовите модель? Дизайнер Камила. Скажите, а вот примерно сколько на одну модель уходит времени? Какая-нибудь напряженная обстановка или там со временем очень проблематично? Как вы решаете эту проблему? Таких ситуаций не возникало. А вот никаких конфликтов там с моделями не было? Все в основном в спокойной лотовой обстановке? Да, все спокойно. Проходят эти третий день уже. Плодотворно, спокойно работаем. Со всеми находим общий язык. Скажите, а вот для вас эта работа, это труд или творчество, где вы просто наслаждаетесь тем, что вы делаете? Ну, не без труда, конечно, но это творчество в первую очередь. Тем более, показ мод, тенденции будущего сезона. Это всегда интересно, быть причастным к этому. Скажите, а какое образование вы получали, что оканчивали для того, чтобы достичь таких высот и быть стилистом в гостином дворе? Мы до сих пор еще учимся. Это такая профессия, где нельзя останавливаться. У меня большой опыт. Французская школа, американская школа. Вот сейчас развиваем наше направление российская стель. Это российская марка. И работаем, скажем так, в своей стране. И создаем коллекции, пользуемся нашей продукцией, и продвигаем, и создаем. Спасибо большое. Здравствуйте. Можно несколько слов для креативного издания Fashion Concert? Вы находитесь сейчас в процессе создания королевы показа, можно сказать, потому что каждая девушка модель королевы в своем роде. Расскажите, поделитесь секретом, как вы ее создаете? Ну, тут на самом деле нет особого поля для фантазии, для фантазии визажиста, потому что все утверждается дизайнером, он же творец, он же и, собственно, делает этих королев. Поэтому мы с удовольствием исполняем его задумки, его какие-то душевные струны и выражаем их вот на лицах наших моделей. Расскажите, как вы стали визажистом? Что вас сюда привело? Так, ну я даже не знаю. Люблю делать людей красивыми, а это самое главное. А как должна выглядеть современная деловая женщина? Вот какой у нее должен быть мейкап? Ну, я думаю, современная деловая женщина должна, конечно, выглядеть достаточно спокойно, потому что все-таки это не фэшн, все-таки это деловой. А здесь у нас абсолютно противоположное. Тут мы фантазируем, летаем и все что угодно. Спасибо большое. Создавайте красоту. Мода – самая капризная дама. Попытайтесь ей понравиться. И не забывайте о лайках под нашим видео. Подписывайтесь на наш канал. С вами были Сергей Серегин и Екатерина Цыганкова. Будьте в тренде! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...